здравствуйте в эфире программа о чем говорят о чем говорят самарский художественный музей принимает поздравление накануне если точнее в эти выходные сотни самарцев смогли лично засвидетельствовать свое почтение и поздравить музейных работников двери музея были открыты для всех и абсолютно бесплатно но юбилей музей это не один день и не одна выставка это череда удивительных встреч и открытий о юбилейном 2017 мы будем говорить с директором самарского областного художественного музея кариной владимировна и репчук здравствуйте добрый я вас поздравляю от всей души с этой даты я не сказал 80 лет музею исполнилось хотя на самом деле насколько я понимаю там вопрос в принципе не то что спорный но экспозиции музея намного больше музею значит 80 а коллекции 120 а коллекции 120 хотя если собственно вот эта дата 120 возникла с того момента когда константин павлович головкин написал письмо по новому стилю 8 мая о том что хотелось бы создать при публичном тогда еще публичном музее художественный отдел и что он всячески будет этому способствовать и стараться поэтому вот этот дата 8 мая 1897 года считается такой отправной точкой начала формирования коллекции хотя все началось значительно раньше еще стараниями нашего самарского головы алабина поэтому это еще вот можно на 10 лет вперед шагнуть когда первые первые попытки формирование этого отдела и начало коллекции существование на одной площадке да да и экспонатов при публичном музее потом художественный отдел при публичном музее существование и уже в 37 году и насколько я знаю вы принесли замечательные документы разархивированы я бы так сказал которые свидетельствуют о том что и в 37 году все было непросто создавать музей не создавать это вот 23 января 37 года по краевому управлению по делам искусства родился родилось распоряжение о том что создать с 21 января то есть на два дня позже художественный музей самостоятельный по прошествии буквально недели 4 февраля решили что музей будет считаться создан 1 января по прошествии еще одной недели уже начала марта еще одно распоряжение которое в связи с отсутствием финансирования и могло такое случиться отменить все распоряжения музей не создавать отсутствие финансирования отсутствия помещений и потом уже нам на радость вот уже последнее распоряжение по краевому областному управлению по делам искусства 23 марта 37 года оставить в силе первое распоряжение булгаковская история какая-то я бы так сказал таинственно в таких муках да вот но тем не менее музей существует на радость всем нам и более того самарский художественный музей признан четвертым стране по посещаемости я когда первый раз увидел эту новость она не нова но я гордился я думаю что тысячи самарцев а вы в том числе конечно гордились за 15 год вот вы сейчас сказали что выходные когда мы отмечали мы распахнули двери отмечали свой день рождения 21 января и пускали всех было сотни посетить были тысячи посетителей поэтому да было очень много посетителей мы всех поблагодарили кто к нам пришел на всех наших страничках в соцсетях и были очень рады что у нас было столько друзей пришедших к нам вот порадоваться вместе с нами и отметить этот день на самом деле музей замечательный единственное только я понимаю что наверное огромное количество вот в процентном отношении от этих посещений это особенно летом когда гости самары приезжают в обязательном порядке их ведут самарский художественный музей это как я с приятелем москвичем разговаривал он говорит я сто лет не был в третьяковке да я сижу и молчу думаю я не помню сколько лет не был в самарском художественном музее хотя всем его рекомендую говорю какой он восхитительный поэтому хотелось чтобы самарцы когда куда-то ездят в другие города и почитать художественный музей не забывайте что у нас один из лучших музеев страны дорогие друзья приходите и наслаждайтесь тем более экспозиции постоянно меняются всегда есть на что посмотреть у нас действительно в самом деле очень цельная экспозиция очень обширно очень цельная это позволяет принимать у себя на своей площадке выставки из таких крупных музеев как музей московского кремля вот буквально в этом году прошел в прошедшем 16 году конечно выставка из международного фонда шульца мы привозили работы которые находятся сейчас в фонде шульца в швейцарии в тюрихе которые находятся в частных коллекциях гарантом здесь выступал аукционный дом колер которые тоже помогли нам организовать выставку и мы участвуем очень много приглашений участвовать вот мы давали работы для проекта айвазовский в третьяковской галереи и на следующий год уже пришел запрос по работам верещагина который готовится крупный проект мы тоже участвуем вот это очень крупные очень разнопланы очень интересная наполненная коллекция дает нам такой широкий диапазон в творческих таких наших проявлений ну да и этот год у нас также даже из наших фондов очень много будет показано мы отправляем свои работы и к нам привозят а вы знаете что меня поразило я процитирую чтобы смотрите читаю лекция карл абрюлов путешественник состоится в четверг 26 января в самарском художественном музее начало 18.00 вход 25 рублей где вы еще видели дорогие мои друзья такие цены за лекцию за посещение вход 25 рублей я восхищен больше скажу у нас на этот год цикл лекций и ближайшие лекции у нас приезжает специалисты русского музея 10 февраля посвящена я знаю не одна лекция я просто одну назвал там еще по поводу его дам замечательная лекция вот да прийти посмотреть на картины да еще и послушать лекции это конечно дорогого у нас еще очень такая гибкая система для если льготная категория посетителей есть каждый последний понедельник месяца бесплатный день для посещения для многодетных особой категории граждан и там студенты есть льготные билеты на выставки на привозные мы понимаем что мы бы рады может быть где-то вообще всегда бесплатно показывает но так как коммерческие выставки там уже в договоре прописано с той стороной которая дает выставку вот поэтому мы делаем льготную цену для пенсионеров лиц пенсионного возраста для студентов поэтому всегда есть так гибкий такой подход мы стараемся максимально сделать понятно полностью бесплатно сделать к сожалению не в состоянии реально о чем мы с вами говорим в далекие советские времена вход в музей хоть копеечку но стоил как говорится а я предлагаю сейчас посмотреть небольшой сюжет потому что наша репортерская группа побывала 21 на дне открытых дверей давайте посмотрим что там происходило эволюция карла брюлова от первых проб кисти до монументальных работ прославивших его на весь мир исторические полотна и жанровые сцены все грани творчества легендарного художника в одной выставке отдельное внимание портретом брилов писал портреты только тех людей которые у него самого вызывали симпатии данный портрет константина тона он писал по собственной инициативе а вот и легендарная картина последний день помпеи точнее ее эскиз он наиболее близок к окончательному варианту произведения к слову на создание шедевра у брилова ушло шесть лет так основательный кропотливо массер работал над каждым полотном знакомство с творчеством брилова только начало большого экскурсионного марафона прошедшего в самарском художественном музее в свое восьмидесятилетие он открыл двери для всех желающих причем бесплатно мне кажется это очень здорово когда люди знают что у музея такой праздник и прийти посмотреть тем самым выразить свое приветствие свое поздравление с праздником что не просто так музей существует что он людям нужен я вот давно здесь не была мусин впервые здесь в программе экскурсия по главному зданию которая даже старше самого музея в нынешнем виде она была построена в 1915 году тогда здесь открылся банк и уже после революции обосновались редакции советских газет десятки комитетов и горком кпсс сам музей с площади куйбышева переехал сюда почти 30 лет назад посетители побывали там куда обычно посторонних не пускают а вот это помещение пустует в ожидании выставки когда здесь располагался банк комнату отдали под кабинет директора тут бывал и валериян куйбышев поэтому паркет уходили тысячи ног ведь ему больше века как вы думаете это русская задумка русское изобретение лапки лето помимо экскурсии по экспозициям игры с детьми и творческий мастер-класс посетителям предложили создать собственный шедевр но не картину а яркий витраж однако празднование на этом не заканчивается в феврале в музее откроется большая выставка графики двадцатого века приуроченная к юбилею в нее войдут работы которые нигде и никогда не экспонировались вот замечательный сюжет мы своими посмотрели вообще в принципе в этом году а этот год юбилей я так понимаю целый год будете что-то интересное предлагать да вот я опять-таки вычитал запуск экспозиции по ту сторону смыслов причем очень оригинальная довольно таки экспозиция это уже открылась фотовыставка это выставка итальянского дипломата консула почетного консула санкт-петербурге выставка открылась и уже идет леонардо бенчини замечательные фотографии я посмотрел то есть удалось вам посмотреть фотографии самые необыкновенные и мы обращаем внимание мы когда размещаем на своем фасаде баннера обязательно пишем копирайт авторы пишем название работы которая размещена останавливать потому что при притягивать внимание своей необычностью в феврале вас ждет еще вернисаж насколько я знаю у нас в феврале очень много у нас февраль активный потому что сейчас сразу после бенчиния в лекционном зале открывается выставка олега давыдова фото художника нашего самарского дальше второго 8 февраля мы открываем выставку привозим из частных коллекций это из германии сотрудничаем с московского с московским домом и привозим выставку литографий ван гога и полигогена поэтому будет выставка на два месяца на третьем этаже и в мраморном зале 9 числа мы открываем выставку из нашей коллекции это наши собственные фонды какие-то это графические работы графика просто великолепная там и островом увлебедево там и работа лентулова работы кончаловского начиная с 1900-х годов и заканчивая двухтысячными сто лет мы берем двадцатый век и вот двадцатый век будет показан несколько раз на протяжении года в графике в живописи период оттепеля и период революции уже в конце года в ноябре у нас по плану стоит выставка поэтому сейчас мы 9 февраля всех ждем тоже с большим удовольствием надеемся что получит радость от увиденного не только сотрудники специалистов музея потому что некоторые работы выставлялись единожды в москве большая часть работ не экспонировалась практически ни разу то есть основная часть представленных на выставке это будет около 90 работ пока вот точно там решается около 90 работ и из них буквально работ 20 однократно выезжали в москву на выставку я вот что я например жду я жду московский дом фотографии представит лилию брик несостоявшиеся путешествия но это летом будет правда но уже апрель ближе да там апрель май то есть ближе уже но кто еще не уедет отпуска может ее застать из московского домофтографии две выставки в этом году работа александра волкова я знаю тоже да и привозим работаем из школы андреяки показываем работы волкова то что юлию павловну долецкую привозим у санкт-петербурга удивительный художник более 200 работ будет привезено в самару почти почти ни разу персональных выставок не было это такие групповые причем единичные выставки художник начиная работы 60-х годов удивительные просто по силе по передаче вот рисунки графика поэтому будет показана тоже это лето июнь этот год юбилейный у двух наших самарских художников не у двух конечно но просто у нас в связи с ограниченностью площадок у федорова и посмертная выставка памяти у юрия ивановича филиппова поэтому эти выставки хотелось бы конечно федору показать больше на там площадях усаби шахабаловых как мы планируем самарских художников показывать дальнейшем но пока усадьба не готова поэтому мы показываем здесь в лекционном зале не привлекут внимание потому что самые любимые художники в дальнейшем мы планируем сделать уже большую выставку и студентам я думаю будет не без интересного очень завершаем год очень интересно также мы договорились есть договоренности с русским музеем у нас подписано соглашение как вы помните мы уже это анонсировали в четырнадцатом году и в рамках этого соглашения продолжается наше сотрудничество мы приводим павла филонов а вангардиста нашего знаменитого приводим филонов поэтому на мраморный зал большая выставка конец ноября начало декабря планируем открытие сейчас уже идут такие согласования таких уже уточнений детали все это в работе выставку которую сейчас открываем графическую она уже одета она с нетерпением ждет ждет когда выезжает русский музей в конце января и сразу начинается экспозиция работа над экспозицией вот этой отечественной график по плану в громадемии подскажут время почти не осталось но мы не можем не вспомнить о ширяева потому что это как ни крути не рядом но тоже музей это тоже наш музей ширяева наша продолжает действовать и работать ждем всех туристов как как всегда начинается сезон наших жителей все наши юбилейные даты и все наши традиционные от мероприятия которые мы проводим каждый год на протяжении уже четверть века посвященную дню рождения репина день рождения ширяев это все летом а вот зимой как там зимой проходят субботние встречи традиционные проводит музыкальные гостиные как всегда все вот идет в ширяева в обычном режиме то есть это можно можно съездить посвятить выходной можно посвятить выходной и хорошо провести вот семьей такой есть и семейный досуговый спасибо спасибо вам большое я думаю что мы сейчас самарцами еще раз с удовольствием напомнили о нашем самарском художественном музее вот и поэтому ждите наплыва посетителей еще раз поздравляю вас с этим юбилеем потому что на самом деле это то чем губерния гордится самарский художественный музей спасибо большое что пригласили большое единственное только хотелось бы сказать напомнить существует еще и радиоверсия программы так что всегда можно и прослушать о чем говорят в эфире самарского губернского радио в 2100 и друзья мои давайте действительно чаще ходить в музее до свидания до свидания